Приветствую вас, значит, ну, тут вам уже, в принципе, ответили достаточно подробно по поводу того, что вы боитесь чего-то, что вопрос доверия, вопрос личных границ, вопрос открытости в отношениях, для вас он, судя по всему, остается открытым до сих пор, то есть, несмотря на то, что вы встречаетесь с мужчиной, несмотря на то, что вы, ну, вы надествуете, да, вот, с ним и даже у вас интим, интимные отношения уже есть, вот, все равно вопрос открытый, мне кажется, нужно обсуждать, вот. Ну, поскольку свои вопросы вы задаете кратко, вот, то, я думаю, что и отвечать вам, в принципе, тоже нужно, вот, как-то исходя из той информации, что вы предоставили, потому что, может быть, вы обратите внимание на то, что, например, вот вы развелись со своим мужем, да, вот у вас был развод, видимо, да, вот, вы развелись с мужем. Давайте, если, давайте, я сейчас, так, да, вот вы пишите, была замуж, муж сразу, муж сразу сказал, что будет использовать, призывать ее, да, то есть, с мужем у вас таких, таких проблем не было. Вот, соответственно, отношения с мужем у вас, не сложились, судя по всему, и, вот, как психолог, да, я могу сказать, что это требует анализа, то есть анализа требует именно, вот, тот факт, значит, что вы развелись, чтобы проанализировать, что именно вы делали не так в браке, вот, и вполне возможно, что те же причины привели вас в итоге к проблемам, которые вы описываете сейчас, вот. Но, 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 что я хотел бы сказать, значит, постарайтесь понять, что есть вещи, да, такие, как, например, деньги, там, позиция, ну, личная позиция человека, вот. Как то, что не нравится, вот, что-либо, да, может не нравится. Вот эти вещи, они, эти вещи, должны высказываться сразу. То есть, об этом сразу должно говориться. И, вот, вот, как бы вы, какие бы вы слона не подбирали, да, всё, по сути, зависит только от того, как вы относитесь к мужчине. То есть, если вы его уважаете, если он вам дорог, если мужчина для вас ценен, важен, вы планируете с ним дальнейшие отношения, да, то вам нужно так и сказать, что дорогой мне, вот, ты знаешь, я хотел тебе сказать, что мне было бы спокойнее или комфортнее, или, может быть, вообще скажите, что меня возбуждает заниматься сексом, значит, придирать, допустим. Да, некоторым мужчинам это не нравится. Да, некоторые мужчины относятся к этому достаточно негативно, там, говорят, что это ужасно, что это плохо, что это вообще совсем не то. Вот, и вам нужно быть к такому ответу. Готовы. Вот. Если мужчина так скажет, или вам нужно быть готовы к другому вопросу. Вопрос, например, будет звучать так. А ты что, мне не доверяешь? Да? Ну, имеют же право, наверное, мужчин спросить у вас об этом. Наверное, имеют. Наверное, имеют. И вам нужно быть готовы к этому вопросу, чтобы сказать ему. То есть, тут дело не в том, как, да, сказать, потому что, по сути, если вы сами скажете, это будет хорошо. Если он догадается, это будет хуже. Вот. Дело не в этом. Дело в том, как вы, как вы будете отвечать на вопросы, которые вам задать, или как вы отреагируете на его возражения, возможно. Если это будет, если, ну, если возражения будут. Вот. Понимаете? Вот если вы для себя эти аспекты продумаете, если вы для себя эти моменты продумаете, как следует. Да? Вот. Что, вот, как скажете ему, как скажете, да? Так, в принципе, все и будет. То есть, тут не нужно ничего, ничего мудрее, не нужно ничего придумывать. Вот. Просто, как есть, коротко и ясно. Скажете ему и все. По факту, по сути. Вот. И больше на самом деле ничего не нужно, не нужно. Вау. Вот. Это если вот непосредственно говорить про, значит, значит, про то, как вы можете в этой ситуации поступить. Вот. Но проблема, она в другом. Как вам, опять же, сказали мои коллеги, да, что проблема, она заключается в том, что вы по ряду причин не доверяете своему мужчине. Или сами чувствуете угрозу. Вот. Понимаете? И проблема эта. Она ваша. Она ваша. Телегомы полностью. Это даже не проблема. Это скорее такая, знаете, тонкость. Такой нюанс. Да? Вот. И есть вопрос в том, что вы будете с ним делать. Есть вопрос в том, что это вот уже второй мужчина, с первым мужчиной у вас отношения не сложились. И... А значит, могут, могут и не сложиться со вторым мужчиной отношения тоже. Вот. Поэтому, ага. Вот что вы, собственно говоря, будете делать со всем этим. Вот это основной момент. А... И то, что вы будете говорить. То есть, что будете делать и что будете говорить. Вот так. То есть, по сути, вы выбираете какой-нибудь подходящий момент, да, например, чтобы мужчина просто не думал, что вы его ждете, когда бы сказать ему об этом. Вот. Ну, просто, например, когда что-то такое интимное, да, может быть, между вами происходит, или, может быть, разговор зайдет, или, может быть, вы столкнетесь с чем-то. Вот. Вот. Не важно. Не важно. Не важно. Вот. А... Тогда и нужно будет сказать ему об этом. Коротко, ясно, лаконично, без каких-то таких двоякостей, без каких-то таких условностей, да, и чтобы мужчина все правильно понял. Если собрались говорить, если для вас это важно, если прерванный половой акт вас не устраивает, то лучше сказать это как можно быстрее, как можно четче, и как можно больше акцентированнее именно на себе. То есть, что это для меня, что это вы хотите, что это не из-за него, чтобы мужчина не думал, что вся проблема в нем. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok